Сейчас начинается... Что начинается? Еще не закончилось, да? Продолжаем! Завершающая часть нашего официального... 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 Официального мероприятия. Специально приглашенный гость из Германии, из Института Максов Кланова. Специально, что поехал? Вообще... Завтра уезжает, билеты... На один день только. Вам повезло, Тика. Разрешите представить наш друг и коллега... Аркадий Балбылов! Аркадий Балбылов! Да, я был очень удивлен, на самом деле, видеть себя в программе как специальный гость. На самом деле, я нифига не специальный, я такой шаговый, только чуть-чуть постарше. Поэтому... И в науке я ничего не понимаю, на самом деле. Я тут стою... На самом деле, просто пропасно развлекать. И... И в докладе, на самом деле, будет меньше науки, нам больше такого развлечения. Вот. И... И... Я сразу же извиняюсь. Извиняюсь. Первый раз я извиняюсь за то, что это английский язык. Потому что в моей деревне мы как-то сделали интернет непонятный. Я в своем Миндексе не смог настроить РПМ, и не смог обновить такие... На кирогической версии тех. Второй раз я извиняюсь за то, что... Тема другая. То есть в программе там была сверхпроводимость. Ну, наоборот, про сверхпроводимость я немножко расскажу, на самом деле. То, что... Как-то так обзорно то, что я делаю. Я пытался, у меня это получалось плохо. Может быть, вы даже ничего не поймете, ничего не останется. Ну, и третий раз извиняюсь, что в работе не будет ни одной ссылки, но... если вы будете сильно интересоваться, я вам могу все ссылки дать. Ну, по крайней мере, по научной части, конечно. Ну, с этим я начну. Слов английский будет немного, и я постараюсь их проговорить. Ну, вы мне немножко учили. Эээ... Ну, это бывает, нормально. Я расскажу, откуда я приехал. Я вам покажу. Во-вторых, что я хочу рассказать, это то, что меня в этом институте удивляет и поражает. Ну, какие возможности у пределого ученого есть в таком достаточно маленьком, кстати, институте. Ну, и здесь я расскажу, какие проекты есть, но преимущественно на теории, на теоретическом видении. Ну, и вот про церковь правдимость я немножко расскажу. Ну, как бы я церковь правдимость делаю только вот, к самом деле. И какого-то уровня великолепного понимания мне нет. Но читать церковь ники дня более-менее ночи. Так что он не берегистовец. А, ну вот. Слов английских тут мало. Буфа «Я» — это там, где мы с вами. «Х» — это город Харип в Германии. И «Н» — это Москва для масштаба, чтобы понять. Ну, просто примерно 4000 км. Ну, и дальше будем увеличивать. Абсолютно рассмотрели на карте. Вот этот город находится 200 км, вернее, под Берлином. И дальше увеличивается очертание города. И вот если мы будем увеличивать вот эту точечку красную, то там увидим такую картинку. Снимки с карт у нас очень популярные. И я следую традициям. Ну, вот это, собственно, институт. Вот эта вот часть. Какая-то часть? Она самая старая здесь. Ей около 60-50 лет. Она самая молодая. И вообще там в ГДРские времена был институт электронной микроскопики. Причем до сих пор один микроскоп остался в этой части. Там просвечивающий электронный микроскоп. Они делают, на самом деле, уникальные эксперименты с этим микроскопом. Они видят, как атом. Могут разрешать в атомной отделе. Ну, а остальное, в общем-то, два теоретических отделения. Одно, на котором я работаю, и другое. Другое, другое. Ну, и не работают. Ну, а остальное отдано… Подожди, назад. Остальное отдано все на растерзание экспериментатора. И тут тоже два экспериментальных отделения помещаются. Ну, и у каждого отделения есть свой отдельный директор. То есть, ну, как директор, он ведет какой-то отдельный проект, ну, серию проектов, которые как-то направлены под его опыт. Ну, и вообще все они, направления эти немножко коррелируют между собой. То есть, свои эксперименты, его что-то коррелируют с теорией. Вот этот профессор, он глава моего отделения. Очень большой человек науки. Профессор Гросс. Ученик Нобелевского лаборатория. Но очень хороший, веселый проект. Вот этот русский мужик, Олег Степаненко, он закончил ангул. Ну, и с экспериментом. Про них я много сказать не могу, но тоже суровые ребята. Ну, и слайд. Вам, на самом деле, очень интересен, потому что, он может быть в будущем, когда-нибудь вы станете учеными, может быть, будете работать за рубежом, как я. Что меня ждет в будущем? Ну, начнем с того, наверное, срочка должна быть, как я поступил. Ну, и мне дали ссылку на институт, я продал документы, меня взяли. Повезло. Ждет меня защита через 14-16 месяцев. Я так, примерно, наценил. Не знаю, как я буду защищаться, но, надеюсь, у меня все получится. Ну, и вот здесь вот дальше идет такой неприятный момент с наукой, в принципе, в целом, в Европе. В новой Европе очень мало постоянных позиций. Это просто защиты, вот, докторской, ну, как его. Там это называют докторской, а у нас там был бы кандидатской. То есть, они, в принципе, в одном уровне. У них нет постоянных позиций, очень мало. Особенно в теории. И бывает так, что люди запрещают временные контракты, которые называются постдоками. И эти контракты обычно один-два года, и потом они место меняют. Иногда на одном месте. Ну, и бывает, я встречал людей, которые уже к пенсии дело идет, а они все еще на каких-то временных контрактах. Как-то неопределены. Ну, все живут. Я персонально скажу, что на данный момент я всем доволен. То есть, какая-то интересная жизнь. Я выучил много людей язык. Может быть, выучил даже пару слов по-немецкому. А, институт английский, там все на английском. Но я даже не знаю. Ну, тоже полезно. Ну, и вообще, вот такие постоянные позиции, которые, как люди стремятся к этим постоянным позициям, они бывают. Другой седьмой непосредственный человек, который со мной работает. Он недавно получил такую позицию в 35 лет. Это считается достаточно молодой возраст для этой позиции. То есть, он довольно крут. Ну, крут в науке, ну, и вообще, вот, хорошую наусь. Ну, еще один вариант. Если не удалось в науке, можно пойти в индустрию. Ну, проблема в индустрии в том, что нужно знать язык локальный. То есть, в Германии немецкий, в Франции французский. Это обязательно. И скажу сразу, что экспериментаторов здесь идут больше. Позиции как в индустрии, так и в науке экспериментальных идут больше. Ну, люди живут. Пока что я далеких планов мы еще не строим. У меня пока что все устраивает. Надеюсь, что я защищусь и все будет нормально. То есть, я вам говорю, а вы примерно представляете себя на моем месте, и как это хорошо, плохо вы делаете для себя. Что за вещь? Не, на самом деле, здесь сидят ребята, я уже так послушал, намного умнее, чем я. То есть, я на тренинг курсе вообще ничем не интересовался. Как-то на 2 сессии. Ну, сейчас вот 2 года чуть-чуть работаю. Чему-то меня учат. Ну, и вообще, тут я начинаю рассказывать то, что меня, в общем-то, впечатляет в этом месте. Впечатляют возможности. В первую очередь, экспериментальные. То есть, видите, у них намного больше площадей. И если вот присмотреться, тут внимательно. Такие первые точки. На самом деле, это вот такие вот штуки, и там уходится азот. И тут даже замка никакого нет. По-моему, я вот помогу вот прийти и взять азот населять, и не надо. Хотя теоретики. И почему я это рассказываю еще? Потому что до нового года нам сделали такую великолепную лекцию, где показывали эти опыты с азотом, а мне, как теоретику, это очень интересно. Там жидкий азот. Там что написано? Air liquid? Жидкий азот. Ну, это, видимо, компания может как-то. Которая производит. И эти бочки, на самом деле, периодически пополняются. Приезжают люди такие, их заполняют. И люди здесь потом стоят. Я прохожу иногда с утра. Зачерпить дом? Не, не прохожу с утра. Я прохожу с утра. Мой друг Александр в таких толстых перчатках что-то делает. Вым, вокруг. Очень красиво. Ну, и азот, он, в общем-то так, его заребает в установку, и он потом в атмосферу, потом идти больше прополняет. И оно так работает. Вообще, азот довольно дешевый для меня. Если вот собрать вот такой контур. Я, на самом деле, рассказываю элементы и лекции, которые нам рассказывали. Нам рассказывали такие вот штуки. Если собрать такой контур и поместить туда азот. Вот газовый, газообразный азот. Ну, тут будет жидкость, если там гонят. Ну, что нужно сделать? Нужно, во-первых, этот азот сначала сжать хорошо. Ну, прижать он нагреется, и этот нагрев можно убрать в атмосферу. Ну, и потом, пройдя через такую обратную связь, то есть, азот может проходить через просто отверстие, с узкими сечениями, или просто через какой-то полистый материал. И здесь он свободно расширяется. Когда он свободно расширяется, он охлаждается. И в таком виде охлаждаясь, в принципе, мы получаем жидкий азот. То есть, тут обратная связь, то есть, тут газ, на самом деле, тоже. И он очень холодный, и он доохлаждает то, что получается, находит. И, вероятнее всего, я не уверен, я тут смотрел, вот тут схемочка есть. Я смотрел, смотрел, не понял. Ну, вероятнее всего, там вот такая схема реализована, чтобы азот не кипел. Ну, вообще, для многих экспериментов современных азота недостаточно. Нужно гель, нужно очень сильно охлаждать. Я про такие эксперименты, кстати, на следующем представлении расскажу. Ну, с гельем все обстоит немножко посложнее. Потому что если мы запустим какой-то вот этот контур гельем, вот здесь вот он будет нагреваться. Нагреваться, потому что из-за трения, которое он получает, прохождение через этот поиск. И связано вот это свойство, нагревается и охлаждается из-за того, что газ, из-за идеальности этого газа. Если газ не идеальный, то он охлаждается. Ну, там есть какие-то пороги, есть какие-то свои критерии. Я в подробности не вдавался. Ну, а вы? Ну, наверное, вам остается поверить на нас. Ну, так вот, что делается? Делается следующим образом. Сюда вставляется хорблок, и ей, проходящий через этот блог, совершает работу хореографическую. И, ну, эту работу можно использовать для того, чтобы, допустим, дать компрессор. И вообще, вот эта работа, вот этот блок, он очень сложный с инженерной точки зрения. То есть, на самом деле, это реализуется с помощью турбин. Гель проходит через турбины, против турбины. Ну, и скорости турбин большие. И условия, при которых эти турбины работают, они тоже довольно экстремальны. То есть температура очень низкая. Ну, вообще, вот такая вот установка для гелия. У нас в институте есть. И что поражает, она реализована в масштабах всего института. То есть, если мы взяли назад, вот здесь установлена эта клеобинная лаборатория, где вот этот контур, собственно, собран. И, допустим, экстрементатору, ему нужен гель. Он пошел в клеобинную лабораторию или написал имейл. И они вот этот гель разливают вот здесь бочки, везут в лабораторию. А из лаборатории уже к установке можно подключить специальный канал, по которому этот гель будет выведен в ту точку, где находится клеобинная лаборатория. То есть, все экспериментальные лаборатории оснащены такими каналами, и эта циркуляция гелия, она на всем институте. Ну, меня, как теоретика, это очень сильно поразило. Но приехал я сюда, спросил Юрия Демьяновича, вот рассказал вот такая штука листья. Ну, в таком, обычном, вроде бы, кредовом институте. Он сказал, что у нас в хрен, вроде бы, тоже есть. Но геля там, может быть, нет. Потому что гель дорогой. А зачем вот это нужно, циркуляция? Потому что гель очень дорогой, и его просто сохраняют в стенах института. Что меня еще поразило? Ну, вообще, много штук интересных там есть в уникальных инструментах. Но самый, наверное, такой продвинутый — это вот сканирующий туннельный микроскоп. Вообще, суть в том, что в этом микроскопе есть главная составляющая — это игла. Ну, это размеры наконечника, они атомные размеры, то есть тут один атом. И игла, в общем-то, сканирует образец, и между ними прикладывается напряжение. И этот план, в общем-то, могут пенолировать через барьер, из образца в игру или наоборот. И когда вот эта игла идет по образцу, на самом деле итог может испытывать. Ну, мы можем увидеть различные пики, которые будут соответствовать партнерам. И действительно появляются картинки, которые реально видят поверхность. Ну, вообще, вроде как, немного делов, да? И игла, там, образец — все достаточно маленькое. Но величина, ну, размер этой установки довольно большой — 4 метра в высоту. Почему? Ну, что нужно очень сильно охлаждать. И там, на самом деле, три контура охлаждения. Первый — это азотный. Потом азот охлаждает гелий обычный, который здесь конциркулирует. Обычно гелий. То есть обычно, я говорю, наиболее распространенный изотоп — это гелий 4. То есть азот охлаждает гелий 4. А потом на самом последнем контуре он циркулирует гелий 3. И он невероятно дорогой. Я не знаю, как они туда заливают. Наверное, какие-то инструкции. В общем, такая остановка. И более того... Она у нас очень новая в институте, недавно ее привезли. И более того, там есть сверхпроводящие магнитизмы, которые могут намагничивать иглу. Ну, и эксперименты можно делать уникальные. Можно управлять мобильными моментами в точке. Ну, просто в точке направленности. И вообще, эта область науки довольно популярна сейчас. Спинтроника, сжатие информации и все такое. Я этим не занимаюсь. Я просто говорю то, что я запомнил. Так и пересказывается. Ну... Да, можно. А игла может уже две-то произвести? Да, можно. Ломается? Ломается. Ну, как там... Можно регулировать высотой. На самом деле, там два режима. Там есть рабочее расстояние. Нет-нет, там есть два режима. В одном режиме иглу делают подальше. Мы просто проходим на таком безопасном расстоянии от образца и смотрят ток. Чтобы ток дашь. Да, и смотрят ток, как ток меняется. А есть другой режим, когда они ток оставляют постоянным, но очень медленно двигают иглу. И игла повторяет рельеф поверхности. То есть мы можем поверхность видеть. По-моему, у меня способы. Но там много всяких реансов. Я всех не знаю. Прошу меня, простите. И такие уникальные эксперименты с локальными магнитными моментами делают. Допустим, вот эта картинка не из нашего института. У нашего института тоже есть такие картинки. Но я их видел только в плохом картине. Что у нас делают? У нас на меде растят острова, островки и кобальты. И, короче, что-то там такое делают. И они, короче, могут управлять магнитными моментами в пределах этих островков. Ну и вот эта вот раскраска, она как раз соответствует магнитным моментам их направлению, скорее всего, в зависимости от позиции иглы. И желтый — это кобальт, да? Островок — это кобальт. Ну, вообще, как? Я скачал бы картинку с другого места. Может быть, там другие материалы. Но то, что у нас делают, оно выглядит точно так же. То есть медь — это подложка, срезана определенным образом, и на ней растят кобальты. А желтый — это как раз? Желтый цвет. Желтый и красный — это разница в магнитных моментах. Ну, вот как у нас делают. То есть они видят. Ну, тут либо тут больше, тут меньше магнитных моментов, либо тут вверх спин, как там делается, а тут вниз. Ну, как-то так они решили. Ну, я уже двигаюсь ближе к своей теме, в которой я иногда запутаюсь к светопроводимости. С помощью такого эффекта туннелирования можно смотреть реально на плотность состояния электронов. Кто знает? Вы как-то объясните нам. Наверное, физики должны знать. И это плотность состояния электронов смотрит локально. То есть тригла смотрит какие-то локальные характеристики. Ну, и если это сверхпроводник, то плотность состояния будет со щелью. То есть мы не можем взять электрон прямо с поверхности фермы. То есть ноль — это поверхности фермы. Ну, и вообще вот эту щель меряют — это характеристика, в общем-то, сверхпроводящая состояние для температуры T. Вот тут температура Дракельвина, мы эту щель сюда занесли. Потом температуру повышаем, величину вот этой щели тоже сюда заносим. Ну, и так передвижемся, повышая температуру, и вот здесь вот в точке пересечения мы находим температуру сверхпроводящего перехода. Эту картинку тоже я скачал не из нашего института, а тут из интернета. Тут необиум N. Нитрин как необиум. Я думаю, дальше. Ок. Ну, и направления деятельности, они обычно очень различные. Ну, самое основное. Мы вот это называем random scattering device. Random scattering device. И проводим турнир. Вот это вот директор, гросс, большой человек. Вот этот вот стоит на защите. Вот это мой босс. Итальянец, который получил постоянную позицию. Такой веселый парень, у него полный офис детских игрушек, не знаю, на чем. Ну, и два, эти студенты, на самом деле, очень сильные. То есть, какие-то темы довольно серьезные. Но вот, Энди, он делает тоже сверхпроводящие. Эту фотку я сделал, как только приехал. То есть, значит, новый стол будет намного лучше. Да. А новый стол будет? Да. Ну, это просто оправдание нашего пребывания не стен в стену офиса, а здесь. Короче, мы это делаем. Ну, и второстепенным направлением нашего теоретического отделения, можно считать, что здесь перечислено. Конечно, все объединяет то, чем занимается наш директор. Наш директор — ученик Walter Kohn. Он придумал вот этот DFT, в общем-то, изобрел свой метод, которым сейчас все пользуются. DFT — теория функционала и уходная плотность. И это стандартный метод для зонных расчетов. Можно вот скачать, допустим, нашу программу, установить ее на Linux и использовать. Ну, если задача небольшая, то она будет хорошая. Ну, я хочу сказать несколько… Озвучить несколько направлений здесь. Допустим, вот магнетизм сложных систем. В общем-то, самый большой человек в моем отделении выпускник нашей кафедры — кафедры кеофизики Ленин Страндекса, Сандратский. Большой человек, но такой жестковатый на самом деле. Но слушать его всегда приятно. На семинарах он много спорит. Нормально. Что еще можно сказать? Вот, допустим, я чуть-чуть занимался оптикой. То есть, найти, как вы знаете, дилектрическую проницаемость в материалах. Мы используем первые принципы. Теория функциональной плодности — это первый принцип. То есть люди работают с основными функциями немножко. Ну, там своя специфика. Это увеличено диэлектрическую проницаемость. Получить очень сложно. Но для металлов еще более-менее работать. То есть мы стартуем откуда-то отсюда, то есть близко к ДФТ-расчету. Если мы стартуем отсюда, мы биоптическую проницаемость для металла, ну, как-то получим. Она будет нормальной. Но в диэлектриках есть такие эффекты экситонные, которые не поймать такими простыми методами. То есть в теории функционала электронной плодности вообще решается система одноэлектронное уравнение Шейдингера. И можно обостроить три из волны функции из решения этого одноэлектронного уравнения Шейдингера. Восприимчивость из нее сделать там диэлектрическую проницаемость. Так вот, если мы идем в диэлектрике с большой запрещенной зоной, то у нас экситонные эффекты становятся очень сильными. И вот такой простой подход, он не подходит. Вообще можно рассматривать двухчастичные функции глина, где корреляются электронные дырки. Ну, что такое экситон? Это такая корреляевная пара. Там игрушка и дырка. В эту корреляцию можно учесть и получить нормальную электрическую проницаемость. Ну, вообще, суть-то вот теории функционала плотности так, чтобы вот эту двухчастичную функцию глина не использовать. Потому что этот подход очень тяжел. Много компьютеров на времени. И есть метод, time-dependent density function, то есть теория функционала электронной плотности, которая зависит от времени. Вот этот метод позволяет получить диэлектрическую проницаемость дешевле. Ну, он как-то работает. Ну, они даже опубликовали в PRM с этими методами. Ну, и то, что делаю я. Первый принцип — теорию сверхпроводимости. Сейчас я попытаюсь про неё рассказать. Я тренировался, у меня плохо получалось. Но я попробую. Вообще, задача на сверхпроводимость решается в нескольких моментах. Ну, первый — это подход модельный. Теория Барлина-Купера-Шлиффера. Формулы, получается, для температуры, скорых объявляющих переходов простые. Теория такая иллюстративная. Но у неё есть свои ограничения. У неё есть ограничения на величину электрон-фаномного связанного. То есть, если электрон-фаномное связанное небольшое, то метод, в принципе, не справедлив. Там есть свои идеологические причины. Я не буду давать подробности. Есть другой метод, который включает рассмотрение функций Грина. Ну, не стоит бояться, на самом деле. Функции Грина — это такой объект, по идее, несложный. Просто мы мало его проходим. Ну, задача, на самом деле, сложна. Потому что нужно рассмотреть электроны, которые взаимодействуют, каждый с каждым, через панно и через предпрямую клонность. И эта задача точно не решается. А метод функций Грина — это приближённый подход, который позволяет выразить функцию Грина вот такого взаимодействующего электрона через функцию Грина, электронных, которые не взаимодействуют с другими электронами. Ну и плюс какие-то поправки. И это работает для функции Грина действительно как теория возмущения, которую мы проходили в квантовой механике. Но отличие есть. В квантовой механике мы считали первый порядок, второй порядок, и нам его хватало обычно. Кто помнит? В методе функции Грина нужно учесть все диаграммы. Бесконечное число поправок. Ну, бесконечное число поправок мы не учтём, мы учтём какое-то подмножество. И вот здесь вот первая поправка такая. Первая поправка, она изображена. И вот я вынес сковочки кое-что. Ну, то есть вот здесь во второй строчке это она же и другая жена. Ну, тут знаю плюс. Я забыл. Ну, если так приглядеться, то вот эти вот рисунки самые первые, на которых, в принципе, понятно, что происходит. То есть два электроны обсеиваются с помощью фанона и с помощью кулона. В принципе, вот эти вот картинки являются трансформацией вот этих картинок. Если соединить вот эту линию и эту линию, и закон сохранения импульса на узлах заставит нас выставить индексы состояния так предстоят здесь. Так, на чём это мысль? А, в суть в том, что то, что можно приписать какой-то абстрактный смысл с рассеиванием и со всем таким импульсом сюда. Это большая удача, которую Климана обнаружил и всё такое. На самом деле за ними стоят строгие математические выражения, которые выглядят выведены строгие. Ну, и, как я сказал, нужно учесть бесконечное число поправок. И самый простой способ — взять некосторонницу глины, которую мы получили с первой поправки и оставить в конце. И можно делать такую итерационную процедуру, пока фанта глина не будет. Ну, практика показывает, что она на самом деле в какой-то точке перестанет меняться, и я не знаю, что это видно. Если всё это считается с помощью цифр, с помощью компьютера. Аналитики здесь мало. Более того, можно делать ещё больше, можно учесть ещё больше диаграмм. Спасибо. Включаем просто вот эти вот линии, представляете функцию глины не только сюда, но и куда-нибудь в центр. И, делая простую алгорюм, можно прийти к такому уравнению. Это уравнение, на самом деле, очень знаменитое. Это уносит название уравнения Дайсона в диаграмматике какой-то основной. Да, с него начинают свою теорию. И компоненты, это уравнение, например, я здесь перевёл. Ну, вот эта вот часть. Уносит название собственной энергетической части. И её выбор должен быть адекватным. Потому что правильный выбор этой собственной энергетической части обеспечивает правильный анализ. Ну, на самом деле, это всё несложно. Нормально, с этим как-то можно справиться. Но я вам задам вопрос. Допустим, как можно посчитать функцию глины в нулевом приближении к толсту? Как её узнать? Что нужно узнать? Знаешь, что это? Я думал, какой функции уходят. Цыганок, да? Не боюсь? Не боюсь. Не боюсь? Не боюсь. Но это же клоуру, то есть? Нет. Функции глины, на самом деле, входит очень простой объект. А, но это функционал? Нет. Входит энергетический спектр. Если мы знаем энергетический спектр, электроны, то мы знаем функцию глины. Можно считать хардрифол. Кто знает, что такое? Можно. Наш в пятницу будет по хардрифол. Да, и поставлять зонную картинку, если мы работаем с строгим телом. Сюда. И мы знаем функцию глины. А-а-а, ну всё понятно. То есть мало кто понимает, да? Вообще, да. Один понял. Один понял. Я, в принципе, могу быстро законченное. Нет. Каша. И то, что... Ну, для теалетиков нормально. Главное, чтобы они были готовы, когда встретятся с этим. Нет, да? Там больше не боялись. А, класс. Давайте вернёмся вот. Ещё в школе. Хардрифол. Хардрифол — это метод... В общем, проблема в чём? Проблема, что каждый электрон взаимодействует с каждым электроном. Эту проблему точно не дыша. Если мы рассматриваем хардрифол, допустим, то мы вот эту проблему у многих частей сводим к проблеме одной частицы, которая движется активно по этому потенциалу такого... У современного... У современного... Более по всем остальным непустимым электронам. Ну, ладно. И вот эти поправки, они сверху, они корреляются. Да. Кроме того, что есть не только кулоны, да? То есть там ещё обменные... Да, оно тоже... Оно происходит от кулоновского взаимодействия, но связано с антиселлектрилом из Болуиска. Ладно. Я, короче, тогда буду краток. Что мы делаем на самом деле? Что я делал лично? Как бы вот эта вот теория для нормального металла, с этими фонсами глины или совсем таким... На самом деле, шаг до скорой проповедимости, я его там дальше на следующих сайтах сделаю, он небольшой. Ну и в этом шаге... И вообще как бы мы решаем так называемое уравнение капельяжерга. То есть это уравнение, которое позволяет, на самом деле, найти вот величину вот этой щели, ну в таком самом растечном случае. И мы это решаем. И вот это вот кулоновское взаимодействие в этих уравнениях, оно входит как параметр. То есть обычно вот, когда решают вот эти уравнения ляжерка, чтобы вычислить значение в щели, кулоновское взаимодействие входит как параметр. Его подбирают просто для того, чтобы подогнать под температуру скорпроводящих переходов. Мы же хотим сделать все переработка цикла и вот рассчитать вот этот вот матричный элемент, который сюда входит, кулоновское взаимодействие. То есть кулоны, вот здесь вот. Ну и в целом, это хренировка у нас есть тоже свои модели для того, чтобы ее рассчитать. Короче, мы рассчитываем на то, что я в данный момент занимаюсь, я рассчитываю на то, что и вставляю ее в какой-то стандартный или аж. Это уравнение для сопроводимости, чтобы получить щели. Ну, в таком виде уравнения сложны, многомерные, потому что k это вектор k пространства, и там еще зонный индекс переписывается, кто знает этот метод. Ну, есть методы, допустим, которые позволяют упростить эту задачу, так называемый изотропный предел, я не буду подробно рассказывать, который позволяет перейти от таких многомерных индексов к энергетической энергии, всего лишь одна переменная. Ну, и тогда зонная структура, зонная картинка, это четырехмерный объект, то есть одна высота энергии, а три другие, если это вектор и в кафоскарстве, оно просто сводится к плотности состояния. Ну, и масочный элемент электронофономного взаимодействия, вместо фономного плотности состояния, входит в величину, которая, в принципе, мерится экспериментально. Это, ее можно померить нейтронами, наверное, специальной функцией. Я ни разу не видел этих работ, но мы ее, в общем-то, тоже можем рассчитать, эту функцию. Ну, и вот от матричных элементов мы можем прийти к чему-то, что записано на энергетических остальных. Уравнения становятся простыми, но, как и говорил, вот эта теория, которая представляла функция Гвина, это было для простого металла. Но если мы хотим рассматривать сверхправлимость, в общем-то, все сводится к тому, что помимо простой функции Гвина, у нас в рассмотрении должна обойти так называемая аномальная функция Гвина. И вот этот намуформализм, так называемый намуформализм, позволяет вот в эту линию подставлять нечто, что содержит оба объекта. И вот эта вот аномальная функция Гвина, которая характерна для своих правников, она связана вот с ащелью, которую мы мелью. О, короче, уже конец близко прошло. Где же она была? А, вот. Вот эта вот функция Гвина связана с ащелью. Но связь непривиальна. И в последнем случае мы можем не читать. Короче, реально, что мы делаем? Ну, для физиков третьего курса, ну не знаю, кто, если кто-то интересуется наукой? В кристалле для электронов можно ввести такую величину, как плотность состояния. Знакомы с этой величиной? Да, да. Нет? Да, да. Ну, короче... Да, уже не важно. Плотность состояния. Мы ее можем считать. Квадрату плотность состояния из первых принципов. Ну и вот то, что мы делаем с кулоновским взаимодействием, вот эти вот матричные элементы, нам необходимо это плотность состояния продолжить на большее интервала энергии. То есть вот тут мы с машиной можем считать до 40, в принципе, можем считать больше. Но вот остальное мы приближаем к плотность состояния для электронного газа. Можно вопрос? Да, можно. Одной, кто, это энергия фермия? Да, это всегда энергия фермия. А почему энергия? Ну, если мы не выступим, так сказать. Что же самое? Состояние над уровнем фермии или под? Здесь на самом деле и под, и над. То есть в основном на уровне? Потому что размер энергии большой, 40 электрона будет не считаем, а там 100 электрона будет. Просто афига выше считает? А дело в том, что... Настолько выше. Да. Дело в том, что вот это уравнение или афига, они плохо сходятся с cut-off, с cut-off вот этих вот энергетических осей. До этого никто не делал. То есть обычно делали как? Делали все параметры. Мы считаем все вот так вот. То есть если, допустим, суть в том, что вот эти уравнения, это интегральные уравнения, и вот интеграл стоит по декси штриху. И, конечно, интеграл мы где-то ограничиваем. И вот эта вот величина, где мы ограничиваем интеграл, от нее... ее нужно выбрать достаточно большой. То есть иногда бывает то, что сотни электроновольт, они влияют. То есть, что я хочу сказать, что вот масштаб энергетический, масштаб escape, вот эта вот ядра, как бы он должен быть большим. Это неубидительно звучит. Но вопрос в том физическом смысле. Какое дело? Ну, знаете, вот масштаб... Я-то не теоретико-экспериментатор. Мне вот интерес к экспериментатору. Я тоже с как проводниками занимаюсь. Зачем делать расчеты плотности состояний выше уровня эфирми на 40 электроновольт? Ну, потому что так уравнения сходятся. Теоретически. Ну, просто... За те уровни, которые... Ну, рефиками влияет тот хвост на нызь. Да, он влияет на... Это просто график такой, вы могли просто его оборвать и построить... Нет, но... Но интегралы мы должны считать сильно на этом большом интервале энергии. Ну, вы знаете, что такое подход Мюсер с звездой? Ну, вот, как Кулановская замечала, в принципе, вводится параметрически. В принципе, Мюсер с звездой можно посчитать. И, действительно, чтобы их считать этот параметр, вот этот вот масштаб, он берется в порядке энергии, то есть 10-20 электроновольт. Но вот такой вот первопринципный подход, как оказалось, требует такого большого масштаба энергии. На самом деле, мы думали, что будет больше. По крайней мере, мой босс думал, что нужно будет больше. А я стал считать, и оказалось, что, в принципе, это не достаточно. Ну, короче, мы считаем водное состояние до 40 электроновольт, потом приближаем под состояние электронного газа. Мы считаем вот этот ядро для Кулановского экзамениста. И дальше приближаем его, ну, то есть тоже до 40 электроновольт. То есть это диагональная часть этого электра, то есть нейтрона двухмерна. А это диагональная часть. Дальше мы аппроксимируем с помощью модели Томаса Ферлю. Ну, и вот эта спектральная функция, которая вы знаете, о чем она. Мерится, наверное, нейтронная. Она очень подает сверхпроводящие свойства. И мы считаем вот эти уравнения и ляжерка, и считаем вот этот дельта, то есть включающий, вот то, что мы видели на стене. И поднимаем температуру, и просто откладываем на графике размеры вот этой щели. И здесь мы смотрим, где она рассекает. Ось Т. И вообще экспериментально для необе, сейчас я буду рассматривать необе, температура 9,2. А тут получилось, ну, больше 11. Ну, это нормально если, потому что подход вот этот, он без параметра. То есть все сделано зная позиции отмоток кристалля. Ну, вот, собственно, и все. На самом деле. И я, как у вас будет. Я думаю, сразу следующий вопрос. Да, можно? Ну, опять же. Вы что-то можете делать только для простых металлов или для вообще абсолютно любых структур? Ну, в принципе, ну, конечно, размер структуры не отличный. Для простых металлов это делается довольно-таки. Ну, допустим, если вам этот самый Рибаков какой-нибудь дать. Да, да. Ну, или трибариевые купраты, ВТСП. Вот для них вы можете рассчитывать? Вопрос хороший. Потому что то, что я вам говорил, вот этот предел, так называемый изотропный предел, он смывает все особенности такой зонной структуры. А вот для этих купратов, по-моему, вот такие особенности в зоне структуры, а не изотропия зоны структуры, они очень важны. И, ну, вообще, есть методы, ну, есть методы. Можно, на самом деле, делать нечто среднее между таким изотропным пределами и действительно полностью а не изотропным пределами. Можно разбивать зону структуры на блоки, которые тоже взаимодействуют между собой. И, в принципе, я думаю, что для купратов, если у них фанонный механизм сверхпроводимости, я думаю, что этот подход будет работать. То есть, в принципе, можно для любых сверхпроводников, да? У которых фанонный механизм сверхпроводимости. Хотя, сейчас мы думаем над всякими термами, которые с конвулацией, с которыми пытаемся это участие. Для меня завтра очень много лет забыл про как раз материал, который спин-флуктуация, скорее всего, является причиной эксперт-перехода. Да, это... Было бы интересно как-нибудь скрегулировать. Вот этот код, как бы, я часть первого кода пишу сам, большую часть, на самом деле, мой вопрос. Вот, и он хочет сделать это спин-флуктуацией с лагами, но пока что мы не знаем, как это будет работать. Может, будет работать, может, наверное. Да. А вот на графике, где нужно? Ну, физика, кстати, здесь вся. А вот они же чуть-чуть до нуля не доведены, потому что там расходимость, или почему это? Ну, на самом деле, здесь есть критерии, которые останавливают расчет. То есть автоматически приглядят. То есть просто, когда схема расходится, там нельзя? Нет, нет, там схема расходится. Просто, видите как, при приближении к температуре с проводящего перехода шаг поменьше здесь. То есть, тут мы, где-то, брали большой шаг, тут меньше, и когда шаг становится слишком маленьким, ниже определенного предела, мы останавливаем расчет и остальное приближаем, там, вторая степень зависимости. Как же и пересечения, мы знаем про это. Ну, конечно, этот критерий остановки расчетов можно сделать меньше, тогда мы просто посчитаем дальше. Ну, это возможно, то есть полностью? Да, можно, конечно. Но вообще эти копейки, они ничего не дадут. Потому что есть погрешность в расчетах вот этого спектральной функции. Есть погрешность в эксперименте, если мы делаем эксперимент для того, чтобы найти эту спектральную функцию. Эти копейки, мне кажется, они будут погрешность. А вот эти вот пики возле нуля, они очислены в приближении, когда физика причемленности. Если мы дальше аналитики по логике, почему такие? Потому что, чем меньше энергия, тем ближе электрон к ядрам, к ионам. И тем, вот в этой физике вот эти вот большие пики, они связаны с локализацией электрона. То есть они больше локализованы рядом с атомом. А когда мы смотрим большие энергии электронов, то есть, допустим, мы их взяли электрон и возбудили из атома, то он становится более свободным. И вообще тут, по идее, приближение электронного газа должно работать. Но это почему-то, я не знаю причины, почему-то мы считаем, это тоже расческа получается. То есть, чем ближе к ядру, тем электрон более локализован. Чем больше он локализован, тем больше вот такая... Просто, по-моему, вот Никита Павлов, он что-то похожий, да? Я не помню, что он делает. Я как-то слышал его лекцию. У него вопрос ему задали, что за пики, и он начал видеть под электрофункции. Ну, наверное, он считает какие-то системы с D-электронной. Потому что вот его модель, D-MFT, то, что он использует, она как бы... Люди здесь знают. Обычно они какую-то отдельную орбиталь рассматривают. Если это D-орбиталь, то она очень близко к ядру. И, значит, вот эти пики, они будут очень близки. Да, среди рабочей не имеется в случае. Очень хорошо опаздывался. Ну, вот как повезет. Я начинаю поздно, заканчиваю рано, я лягу. А, допустим, вот мой большой классик — это гросс. Его-то днём... Большой начальник. Я ещё раз его покажу. Такой весёлый. Он-то работает ночью. То есть он днём приходит, если нужно, делать какие-то административные дела. Или на семинарах немножко. И, значит, завалов. Что? Завалов. 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 Да, завалов. Не улетай. За да. Это все. Спасибо тебе. Еще раз. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...